Электронный больничный. В стране с 1 июля началась реализация изменений в федеральном законе. Теперь у человека появилось право выбора. Традиционный бумажный больничный лист, либо его электронный вариант. О том, как якутяне оценили нововведение, расскажет Марьяна Кутукова. Егор Сыромятников, одним из первых в республике, получил электронный больничный лист. Выдали его по личному заявлению в медицинском центре Якутска. Это медучреждение является одним из четырех больниц в Якутии, имеющих право на выдачу нового формата листа о нетрудоспособности. Раньше приходилось квиток брать у врача. Потом надо было еще занимать очередь у окна, где выдают листки. Это все занимало где-то больше 15 минут. А сейчас в электронном виде делается сразу в кабинете у врача. Поэтому где-то минут 5 все заняло. Потраченное время также сокращается для медицинских организаций, работодателей и фонда социального страхования. Электронный вариант избавляет их от большого числа документа оборота. Как признались врачи, это еще и удобно. В отличие от бумажных носителей, электронный больничный лист невозможно потерять и испортить, что зачастую бывает. Кроме этого, исключается возможность совершить ошибку при оформлении. Преимущество, например, для того, чтобы автоматически сразу аналитический отчет о листках нетрудоспособности использованных можно сделать. Также отчет о заболеваемости временной нетрудоспособности автоматически. И о работе врачебной комиссии о продлении листков нетрудоспособности тоже в автоматическом варианте. Два варианта больничных листов имеют одинаковый юридический статус. На сегодняшний день в Якутии электронные листы выдаются по желанию пациентов в четырех медицинских организациях. Это медцентры Якутска, поликлиника номер один, республиканская больница номер три и Верхневилюйская центральная районная больница. Принимают электронный аналог в десяти предприятиях. В их числе медцентры Якутска, гидромедцентр, алмазы Аннабара и другие. Мы на сегодняшний день отобрали 10 таких крупнейших страхователей, которые и в техническом плане готовы вроде отрабатывать этот вопрос. Вторым этапом будут у нас страхователи, которые имеют численность работающих от 300 до 500 человек. И третий этап работы у нас количеством работающих до 100 человек. Несмотря на географическую особенность республики и слабую инфраструктуру в районах, исполнение федерального закона будет выполняться. До конца этого года страхователей станет больше еще на 10 предприятий. По любым вопросам, касающихся нововведения, будь то пациентам, врачам или страхователям, можно позвонить в колл-центр Фонда социального страхования Якутии по номеру 500-333. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.